Слава Иисусу Христу Слава Иисусу Христу Слава Богу! Добро пожаловать, как говорится. Добро пожаловать с 9 утра, как обычно, город Киев, улица Леонида Первомайского, 6, это станция метро Кловская, буквально в двух шагах от станции метро. Улица Первомайского, 6, это предприятие УТОС, вход через проходную и лифтом поднимайтесь на 4 этаж. Слава Богу! Сегодня был Вадим, брат с церкви Неводжатвы, да, очень хороший брат, хорошее у него свидетельство. В гостях был у нас, да, слава Богу, он за него потом меня перезванивал. Вадим, если смотришь, привет тебе огромный! И церкви вашей огромный привет от нашей церкви, слава Богу! Будем дружить с церквями, будем дружить, это очень важно. Разные конфессии, разные динаминации, тем более, что ваша церковь, она активно довольна и сейчас будет скоро проводить в сентябре конференцию. Но я тоже намереваюсь прийти как раз. Я люблю разные христианские конференции, харизматические, писятнические, баптистские, адвентистские, разных конфессий, разной динаминации, когда и православные католики, протестанты все вместе собираемся, славим Господа Христа Иисуса, Аллилуйя! И провозглашаем наш апостольский, христианский символ веры, который в 2000-летие уже провозглашается. И мы говорим, что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надвижало бы нам спастись. Этот символ нашей веры христианской, христосентричность наша в этом. Слава Богу! И сегодня делился словом, делился свидетельством, и вот братья делились свидетельством. Вот, к сожалению, уже камеру я поздно включил, и трансляцию запустил уже позже. К сожалению, свидетельства братьев не записаны. Но даст Бог, еще и с Вадимом мы встретимся на неделе, и еще с кем-то из братьев тоже. И с Максимом, да, отцом Максимом, нашим священником, обязательно хочется встретиться, пообщаться тоже. Вот, у него очень хорошие такие вот, такие мудрые очень мысли, слава Богу. Вот, познания, которыми, я считаю, он должен поделиться с нами тоже, со всеми. Слава Богу! Вот, и он научный сотрудник, он любит самолеты, авиастроение, но в первую очередь его сердце, оно в вышине небес духовных высот. Вот, слава Богу! Да, друзья, братья, сестры, благоставляю всех вас. Добрый, добрый, святой вечер. Слава Богу! Сегодня также совершу хлебопреломление с вами, друзья. Я часто и по вечерам, и по утрам, и бывает в течение дня даже, совершаю Евхаристию, хлебопреломление, причастие, такой мини-литургию такую, знаете ли, очень люблю. Вот, и я думаю, что 1 сентября как раз и отец Виктор будет, и даст Бог, отец Алексей тоже будет. Вот, наш благочинный, ну, отец Максим будет, конечно же, да, вот, может, отец Василий приедет с Винницкой области. Посмотрим, я буду очень рад всех увидеть братьев наших, сестер, всех служителей. Слава Богу! И проведем, таки мы, совместное причастие, хлебопреломление в простоте, преломляя хлеб, в веселье прославляя Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! И вот местописание, которое здесь выделил я, сейчас постараюсь его опубликовать. Да, есть оно здесь у меня, слава Богу! Так, это 1-е послание Петра, 2-я глава, 24-й стих. Вот так вот. Сейчас я здесь его тоже опубликую. Так, и вот здесь. Так, 1-е Петра, 2-24. Вот, уже появилось, да? Да, появилось. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Аллилуйя! От всякого греха, от всякой болезни, от всякой лжи исцелились, чтобы жить для правды. Слава тебе, Господь! И вот это местописание, как раз, вот, озаглавил я. Сегодня у нас было рассуждение, у нас не было, вот, физического такого хлебопреломления, да? Но духовно мы тоже точно преломляли хлеб. Жизни. Рассуждали о Христе. Я свидетельствовал, как раз, о жизни. Вот, в Боге. И, как раз, вот, говорил о... Об истинной церкви, одним словом. Об истинной церкви. Церкви Духа Святаго, церкви Христа, как тело Христа. Потому что есть разные понимания церкви. И в большинстве своем, и у православных, и у протестантов, и у католиков, порой совершенно, ну, не те представления. То есть, церкви обычно называют то, что церковью, ну, в истинном смысле этого слова не является. Вот, по совести. Значит, чаще всего мы называем церковью, люди-христиане, да, называют церковью. Либо, ну, очень так грубо, примитивно, это вот, значит, здание, там, значит, иерархию, как бы от преемственности апостолов, там, и прочее, прочее. Потом, что еще называть церковью? Организацию, структуру, конфессию, динаминацию, сообщество верующих, собранных, там, на богослужение, мы говорим, церковь. Разное есть понимание, что такое церковь. Вот, и сегодня как раз было рассуждение. Я думаю, что многие из вас, кто подключался, те понимают, о чем говорю. Правда, в трансляции были перебои, к сожалению, но, слава богу, есть видеокамера, и все писалось на видео, поэтому я буду загрязывать в сеть все это. Даст бог, уже завтра, получается, завтра понедельник, я более свободен, как раз я смогу, даст бог, завтра и загрузить все это. Вот, утром иду молиться здесь, в парк, и Буковня, там буду молиться тоже. Вот, значит, и постараюсь записать утреннее тоже видео, но в 6 утра подключайтесь на утреннюю молитву. Трансляция с утренней молитвы, как обычно, в 6 утра, ну, и дальше, как дух ПВД, 50-ники говорят украинские. Как дух поведет. Вот, ну, обычно с 6 до 6.30, с 6.40, с 6.50, до 7 утра, бывает даже и позже чуть заканчиваю трансляцию. Ну, так вот, около, в районе 7 завершаю. А с 7 до 8 обычно прогулка здесь, но сейчас буду там, где Буковня, этот мемориал, значит, и там хочу записать как раз и видео. Историческое место такое в истории Украины, в истории вообще Киева. И слава тебе, Господь, за все. Братья и сестры, благоставляю всех вас. И сегодня давайте вечером совершим тоже хлебоприломление, рассуждая вот над этим местом Писания. 1 Петра 2.24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Аллилуйя. Аллилуйя. Вознес грехи. Сегодня я как раз говорил о, как раз, Голгофе, о том, что свершилось искупление наше, спасение наше. В церкви говорил как раз, в собрании святых. Говорил о том, что действительно церковь – это собрание святых, собрание детей Божьих. Действительно откликнувшись на Божье приглашение, святых и верных, чат его, и кровь Иисуса Христа. Это собрание церковь, это собрание ходящих во свете людей. Сегодня об этом тоже говорил. Которые имеют общение со светом, да, с Богом во свете ходят. Потом имеют общение друг с другом, так же вот с теми, кто ходит во свете, да. И кровь Иисуса Христа, она приходит в действие. Она очищает от всякого греха, она спасает, исцеляет, приходит в действие благодать Духа Святаго. Активизируется, преображение большое совершается. Сегодня как раз, вот и завтра, последние дни праздника преображения в традиционном православии. Мы не празднуем это как именно праздник в нашей реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Вот, как обновленцы, как реформаторы, мы не празднуем вот такие праздники, да. Но мы именно, вот я лично, допустим, да, да и наши священники, тоже епископы, используем как раз эти праздники, которые на слуху у обывателя православного религиозника, допустим, или просто обывателя, то, значит, используем для благовестия, благовествования Христова. Для того, чтобы донести до людей суть Евангелия, что истина в Иисусе, не в праздниках, не в традициях, не в обрядах, а в самом Иисусе Христе. Жизнь вечная в Иисусе Христе. Аллилуйя. Можно соблюдать все праздники, знать все праздники, божьи, человеческие, демонические, разные-разные, и все исполнять, и ничегошеньки, ну, не произойдет духовного перерождения. Но, взирая на Христа, взирая на Иисуса, действительно совершается это чудо. Спасибо тебе, Господь. Он, Иисус Христос, Иисус Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо. На кресте умер за нас. Машех. Аллилуйя. Чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ранами Его я исцелился. И ранами Его мы все исцелились. Спасибо, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, Господь. Да, и я приготовил, да, для причастия. Можете налить себе тоже соку. Вот, если у вас есть сок, возьмите хлебушек. Какой у вас есть хлеб. У меня вот здесь вот лаваши есть. Ну, нет, лепешки, лепешки, по-моему, словом. Я еще перед шабатом купил. Так их и не съел. Вот. Ну, вот, ну, вот, такая. Слегка подсохшая, но очень аппетитно пахнущая. Восточная азиатская лепешка. Я, значит, покупаю эти лепешки здесь, у братьев мусульман. Вот, значит, подхожу там. Салям, салям алейкум. А не в алейкум ас-салям. И, то есть, мир вашему дому, да, шалом алейхем, как бы. Кстати, здесь рядом улица, шалом алейхем. А завтра тоже на ней буду как раз я. Да, слава богу. Прекрасно. Очень вкусно пекут. Да, слава богу за братьев мусульман, что трудятся вот с хлебом нашим насущным. Выпекают нам хлеб. Слава богу. Вот, и... Конечно, приготовьте сок и хлеб. Но если нет виноградного сока, не беда. Братья, даже я призываю к этому. Я часто сам это делаю, практикую. Просто воды наливаю и беру хлебушек. Нет такого хлебушка даже, какого. У меня есть ржаной хлеб еще, допустим. Сегодня как раз купил такой. Белорусский называется. Белорусский хлеб. Очень вкусно, кстати, выпекают здесь. В Киеве тоже. Ну, он запечатан, но запах все-таки поступает. Вот, ржаной. Не важно, какой хлеб, качество какого. Самое главное, качество нашего рассуждения. О теле и крови Господа нашего, Иисуса Христа, Спасителя нашего. Слава Богу, друзья. Слава Христу. И преломляем хлеб в такой онлайн-литургии Евхаристии. Хлебопреломление онлайн совершаем. Потому что для Бога, святого нет преград никаких. Преграды лишь они у человека здесь, и здесь, в сердце, и в разуме. Но пусть сегодня всякая преграда уйдет. Пусть всякие вот эти ширмы, религиозные эти завесы разорвутся просто. Культурные, религиозные, разные традиции эти просто, они порой закрывают человека от самого важного, от самого главного. В религии очень легко прятаться от Бога. Хотя, парадоксально, религия создается и созидается как бы для связи с Богом, восстановления связи с Богом. Как у Тертуляна, где-то еще у отцов ранних, религары использовалось. В римской традиции древние религары, религия, это культ, традиция, все, что между Богом и человеком. Но на самом деле, как вот писали уже не раз разные мыслители, что то, что создавалось как бы, ну, благими намерениями дорога в ад, будем договорить, вымащивается. Или как там, некто негде сказал, что хотели как лучше, получилось как всегда. Религия вот так вот как раз, она хочет вроде как лучше, вроде как бы к Богу, а на самом деле ставит такую грань, такой барьер между Богом и человеком. И не важно, это христианская религия, или мусульманская, или иудейская, или какая другая, абсолютно не важно. Религий много, масса религий. Вот брат Андрей, которого я проводил сегодня с Минска, да, посадил его на машину, да, он уехал на Балблокар как раз по путной машине. Я путешествую в Балблокар часто, он первый раз поехал, используя вот свою регистрацию на Балблокар, я нашел ему по путку, и списались, созвонились, слава Богу. Хороший человек с Минска, он прямо до Минска там довезет его, слава Богу. Я думаю, брат Андрей сможет поблаговествовать ему по дороге как раз, я это называю Бла-Бла-Чорч. Путешествуя поездом, поездом, машиной, чем угодно, я всегда благовествую о Христе. О моем возлюбленном, у кого чего болит, говорят, тот про то и говорит, а в Новом Завете говорится красивее. От избытка сердца, говорят, уста. Да, наше сердце наполнено Христом, и о ком нам еще говорить, о чем нам еще говорить. Все остальное пресно, а именно о Христе оно вкусно, смачно, слава Богу. И брат Андрей, почему я вспомнил его, он несколько раз путешествовал в Индию, там он был, ну, это еще до обращения ко Христу у него было, у него был такой очень непростой путь к Господу, живому к спасению, он прошел через восточные культы, религии, был священником там, ну, в буддизме, будем так говорить, да, значит. И потом, вернувшись в Минск, он, значит, слава Богу, познакомился с хорошими христианами, католиками, живыми такими верующими. Вот, слава Богу, обратился к Иисусу, ко Христу, и принял Христа в сердце свое, и, слава Богу, сейчас трудится, вот, благовествует о Христе, молодец, слава Богу. Вот, и очень высокообразованный человек такой, знаете ли, очень приятно послушать его просто, очень много знает, начитан, и потрясающее свидетельство. Слава Господу, надеюсь, вскоре быть у него. Так вот, и в Индии он рассказывал, там действительно миллионы богов, там сотни тысяч разных культов, миллион богов, там, там, знаете ли, я не представляю, там, в отделе по делам религии, там, тамошним, в индийском, наверное, за голову хватаются, это, наверное, что-то невероятное. Там столько культов, там, так народ набожен, что, ну, не знаю, наверное, на планете, наверное, на всей земле нет более религиозного народа, да, я думаю, что, вот, как индийский народ. Вот, апостол Павел, помните, в Ариапаге, в Афинском, он говорил, выступая, там, он сказал, что, ибо обходя и осматривая святыни ваши, я вижу, как бы вы, там, товарищи афиняне, вы такие набожные очень, чрезвычайно набожные. Ибо, обходя, он все, он осмотрел эти святыни их, и он нашел там жертвенник неведомому богу, неведомому богу, всего-то, которого вы неведомые чтите, я пришел вам благовествовать. И подействовал, он нашел какой-то ключик, ну, по крайней мере, некоторых людей, зацепил это проповедь, там, Дионисия, Сария Пага, там, значит, еще кого-то. Так что, вот, и Андрей рассказывал, что там народ чрезвычайно набожен, там очень трудно представить себе индийцевые атеисты, там, столько культов, столько традиций, и, и вот, знаете ли, в таком пестром калейдоскопе религиозном на нашей земле, в народах, племенах, вот, у нас народ не так сильно набожен, как вот индийский народ, но тоже есть много своих всяких традиций, знаете ли. Но, братья, сестры, всякие традиции, религии, как бы это, как бы одно, но живой бог, это совершенно другое. Можно всю жизнь и быть высочайшим специалистом в религиях и в традициях, исполнять все, что возможно, там, тысячи культов, но так и не познать живого бога, потому что, действительно, бог есть любовь. И если, даже, Павел пишет, если я имею все познание, всю веру, так, что могу и горы переставлять, представьте, какой верующий, сильный человек, но любви не имею, ничто. Без бога все это ничто, даже чудеса, даже знамения, все-все-все, а чудес много в этом мире, даже, ну, много всего происходящего, потому что бог есть любовь, это гимн Христу, Иисусу Христу, 13 глава Коринфянам, я об этом часто и у себя в церкви, и в гостях рассказываю, говорю, это гимн Иисусу. Имею всякое познание, говорю я разными языками, человеческими, ангельскими, а его, Иисуса Христа, любовь, это не имею, то ничто. В сравнении с ним все ничто, все никак. Спасибо тебе, Господь, за истину твою в Иисусе Христе. Благодарю тебя за хлеб наш насущный, благодарю за хлеб, который, да, из земли, но благодарю наипаче тебя, благодарю за хлеб, который сошел с небес, за Иисуса Христа, агнца твоего, Господа Спасителя нашего. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя за лозу земную, плод виноградной лозы. Благословен ты Бог наш, давший нам плод виноградной лозы и хлеб из земли. А наипаче благодарю Тебя за лозу небесную, за хлеб небесный, сошедший с небес и за лозу небесную. О, великий виноградарь, благодарю Тебя, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, великий виноградарь, Отец наш, Ава, Отче, Папочка, Папа, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Благодарю Тебя за Твою любовь, ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Тебе за Дар Твой во Христе и Иисусе, Господе нашим, жизнь вечная, бесконечная, счастливая, пресчастливая. Слава Тебе. За Голгофу, за Кровь, за Голгофу, за Кровь, я Тебя благодарю. За Голгофу, за Кровь, за Голгофу, за Кровь, я Тебя благодарю. За Воскресенье Твое, за Победу Твою, благодарю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, Господь, я Тебя, Господь, люблю, я Тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю. За Голгофу, за Кровь, за Голгофу, за Кровь, я Тебя благодарю. За Воскресенье Твою, за Победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую, благодарю Тебя, Отец. Бог мой, Царь мой, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Аллилуйя. Бог патриархов и пророков, Отец мой, Папочка, Ава, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус. Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Целитель и Освободитель мой. Благодарю Тебя, Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю и за все благодарю. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Боже Всемогущий, слава Тебе и хвала, слава Тебе, Аллилуйя. Благоставляю всех вас, братья, сестры, Инночка, да, шалом, Сережу, пишу со своего Ютуба. Слава Богу, Аллилуйя, Аллилуйя. Да, молодец, Инна, восстановила получается, да? Да, слава Богу. Так что благоставляю Тебя, благоставляю жену мою, драгоценную супругу мою, Инну Сергеевну, Инна, шалом. Благоставляю наших детишек с Тобой, благоставляю Анастасию и зятя нашего, мужа ее, Михаила, благоставляю внуков наших, да, Антона и Алину, благоставляю во имя Иисуса. Благоставляю Николая, сына нашего, благоставляю Серафима, нашего сына, благоставляю Татьяну, Сережу, Инну, благоставляю во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Благоставляю всех вас, братья и сестры Совершим причастие и в Харистию Сейчас хлебопреломление Преломление хлеба Отломите себе немного хлеба сейчас И совершим причастие Рассуждая о теле и крови Христа Марина пишет Слава Богу за вашу семью Аллилуйя, слава Богу Благодарю Господа И удивительно Что спасешься ты сам Написано в Библии Спасется дом твой Спасение не только для нас Но для наших жен, наших детей, внуков Для всего нашего рода Всей нашей семьи Слава Господу, Аллилуйя Слава тебе Господь Потому что Бог хочет Чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Аллилуйя Тоже детки, внуки Супруга Возьмите хлебушек Приломите, вкушайте Во имя Господа Иисуса Христа И братья и сестры Когда нет сока Просто даже беру Просто воды Наливаю себе воды И хлеба И это достаточно Потому что причастие Совершается не просто Ртами нашими и желудками нашими То, что входит в нас Машиах сказал Оно не может нас осквернить И оно не может нас тем более Освятить Но что же освящает нас Или оскверняет Самое великое, что нас освящает Это рассуждение О теле и крови Господа Спастителя Нашего Иисуса Христа Это самое великое Самое святое Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Царь Вселенная Слава тебе, Господь Слава, слава, слава Телом ломимом твоим Машиах Христос Масих Аллилуйя Крайст Помазанник Телом твоим ломимом На Голговском кресте Совершилось таинство Искупления И ныне тело Христа Это мы Это я Это ты Это Святые и верные Все по всему лицу земли Во всех поколениях Родах Тело Христа Церковь твоя Столпы утверждения истины Спасибо за тело твое И кровью твоей Святою Спасение Всем нам Пришло Слава тебе, Господь Благодарю тебя Что кровью Иисуса Христа Кровью твоей Святой Я спасен Я исцелен Благоставлен Всеми благоставениями Небес Через кровь И тело Машиаха Христа Помазанника Аллилуйя Аминь Тело Иисуса Ешьте Кровь Иисуса Пейте Аллилуйя Аминь 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 Благодарю тебя, Господь Слава тебе Слава тебе, Господь Слава тебе, Святой Благодарю тебя За чудо спасения Твоего За благодать Вечной жизни Благодарю тебя, Господь Что в потоке времени Господь Находясь В этой земной жизни Пропитываемся Тобою Господом нашим Спасителем нашим Возлюбленным нашим Слава тебе, Господь Слава тебе, Святой Братья, сестры Рассуждайте дальше О теле и крови Христа Рассуждайте Размышляйте И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа Привывается всеми нами Аллилуйя Благоставляю всех вас Благоставляю Свою семью Благоставляю всех Кто онлайн Подключен сейчас И тех Благоставляю Кто потом будет в записи Смотреть эту трансляцию Эту запись Видео Благоставляю Во имя Господа Иисуса Христа Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Благоставляю всех вас Братья и сестры Во имя Господне С миром Божьим В 6 утра подключайтесь К трансляции С утренней молитвы Мир Всем вам И благодать Думножится в познании Господа нашего Иисуса Христа Аминь Аминь Аминь